здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы вяжем капюшон вариант простейший без заморочек без швов так что на и простейший такой снуд капюшон вижу его себе понадобится нам вот такую вот пряжу я купила это вы представляете что я уже что у нас уже появляется в нашем магазине вот такая ярко явно арт 200 граммов 320 метров 70 процентов акрил 30 процентов шерсть даже на русском языке здесь написано вот такая вот она цветная спицы двух видов одни спицы у меня четыре с половиной миллиметра и толстые спицы 9 миллиметр набираю сначала петли первым делом вот такой вот узел оба сделаю петли я буду набирать вот сейчас увидите каким способом потому что вот этим вот способом 2 таким способом потому что потом мы будем добирать отсюда петли чтобы не было у нас у таких толстого края набранного чтобы она просто вписалась очень удобно так и вяжем резинку простейшую резинку один на один вязать мы будем уже известным нам узором полу патентная полу английская пышная резинка вот как кто как хочет так и называет толстыми спицами полотно я потом измерю это я вижу так вы можете просто взять другие спицы и другие нитки и вязать плотнее я понимаю что в россии зимы не такие как здесь в чехии поэтому вам нужно полотно тут более плотнее и теплее мне же достаточно будет вот такого воздушного мягкого ну как бы капюшончиков здесь во первых я не хожу далеко по улице здесь не так холодно вот поэтому как бы очень теплая вещь мне не нужно а вы девчонки корректируйте я еще все проверю по по размерам чтобы вы могли связать себе из других не так более теплых для вашего климата так резинка один на один теперь изнаночную петлю мы провязываем изнаночной лицевую провязываем под петлю вниз изнаночная лицевую не за вот за петелечку а именно в петлю под предыдущего ряда то есть под петлю третий ряд вот узор состоит из двух рядов один ряд резинка 1 на 1 2 ряд лицевая 1 петлю ниже вот так мы и продолжаем наше вязание такое свободное воздушное мягкое изнаночный ряд изнаночную мы провязываем лицевую под петлю ниже и так далее продолжаем вязание будучи посмотрите выглядит нашу зон с изнаночной стороны видите вот такой никакой а с лицевой стороны вот так вот она выглядит это пышная резинка вот так симпатичная ширина нашей детали 25 сантиметров и высота 30 и сейчас я буду делать скос на макушке для этого в ряду где мы вяжем просто резинкой я после кромочной провязываю две вместе изнаночной и далее вяжу по узору то есть каждом это у нас в каждом лицевом ряду я буду провязывать начале ряда по 2 петли вместе после кромочной соответственно продолжаем вязать и в каждом ряду вот здесь вот в каждом лицевом ряду здесь убавляем по 1 петлю вот смотрите убавила 1 2 3 4 5 6 петель я здесь убавила и теперь я это уже мы в половине капюшона измеряю общую длину 35 сантиметров 35 сантиметров теперь мы будем добавлять то есть теперь мы эти петли будем добавлять вот мы изнаночный ряд я возвращаюсь к нему и теперь я вот эту из этой кромочной вывязываю дополнительную петлю изнаночная вот так вот я его в каждом изнаночном ряду здесь мы возобновляем узор вот она у нас идет лицевая и таким образом мы восстанавливаем все наши петель то есть это мы делаем 6 изнаночного ряду то есть в том ряду в котором у нас вот эту лицевую мы вяжем петлю ниже следующего только следим видите здесь мы уже до подняли одну петлю теперь из следующей кромочной мы вывязываем след поворачиваемся опять восстанавливаем узор и таким образом добавляем еще четыре петли смотрите девчонки добавила я эти шесть петель то есть вытащила я их из кромочных вот так вот приняла форму ножка принял форму наш капюшон теперь что мы делаем теперь мы продолжаем как бы вытаскивать петлю из кромочных но теперь она ума нам уже не нужна как дополнительная так теперь я ее вот смотрите я ее одеваю кромочную на спицу на левую и вместе с вот этой вот а эту возвращаю а эту петлю возвращаю и провязываю вместе лицевой мы за кромочные сшиваем это изделие и продвигаемся внизу и в лицевой сшиваем и еще раз показываю значит последнюю петлю переснимаю на правую спицу на левую спицу одевая кромочную петлю и возвращаю эту петлю которую я пересняла и все вот это мы провязываем вместе лицевой таким образом мы за кромочные сшиваем это изделие и продвигаемся вниз и вот так вот мы продвигаемся до самого низу каждый второй ряд мы поддеваем одну кромочную и ее же сокращаем но полотно у нас получается сшитым продолжаем так вот смотрите мои хорошие дошла я до вот этого места то есть до конца видите вот такой вот уже у меня капюшон полностью восстановился как бы вторая частью повторила первую теперь пришло время тонких спея буду вязать тонкими спицами и уже вяжем обычную простую резинку один на один не вяжем в петлю под так смотрите дохожу я сюда до второй половинки эти спицы пока нам не толстые здесь я буду набирать петли изнаночная там где изнаночная лицевая где лицевая вот как мы видите здесь у нас была та петелечка которую мы при наборе у нас было вот так вот я и вытаскивают эти петелечки видите я пытаюсь поднять вот эту нить набора из-за нее так вот схватить чтобы у нас здесь она все было красиво видите не было не ну как бы естественно выглядела поэтому прям в петлю пытаюсь вот последняя петля теперь девчонки вот смотрите это у нас изнанка да вот лицевой теперь вот так вот мы соединяем в кольцевое вязание и будем вязать по кругу резинка один на один вот этими вот тонкими спицами это для того чтобы вывязать горловинку чтобы которая будет держать наш капюшон значит две кромочные девчонки мы провязываем как одной лицевую то есть сокращаем в этом месте на одну петлю и далее продолжаем вязать резинкой один на один вот этими тонкими спицами смотрим видите я провязала горловинку ее конечно можно вязать и больше это уже на ваше усмотрение у меня это 8 сантиметров всего вот этой резинкой переходим снова на вот это вот вязание толстые спицы эту резиночку просто мы вязали вязали для того чтобы держалась на горлышке хорошо теперь я вижу один ряд мы вяжем просто резинкой 11 один ряд мы вяжем лицевую петлю на петлю ниже так как у нас круговые ряды то есть у нас нет изнаночного но мы его подразумеваем поэтому через ряд мы вяжем вот эти петли на ряд ниже сейчас я их провязываю к сожалению у меня маркер не одевается но если хотите пометьте начало ряда я просто запомню что это как бы задняя часть капюшона и отсюда я как бы начиная у меня начало ряда поэтому этот ряд я вяжу на петлю ниже следующий ряд у меня будет простой лицевой простой резинкой но уже вяжем толстыми спицами и продолжаем в круговую вязать вот у нас наша изнаночная сторона должна совпасть с этой изнаночной стороной то есть петли которые мы вяжем на петлю ниже вот они а здесь вот эта пышная резиночка у нас должна быть внутри чтобы у нас все совпало это это единственный нюанс на которые обратите внимание провязала я от узкой части 23 сантиметра и теперь будем добавлять петельки немного значит и с лицевой петли вывязываем 3 1 накид 2 и 3 то есть 3 петли сделали теперь вяжем 5 петель 1 2 3 4 5 снова вяжем 3 петля накид петля снова дальше опять то есть через каждых 5 петель мы делаем вот такие вот добавления которые потом мы вклиним в узор это для того чтобы расширить этот снуд воротник чтобы он лег хорошо на плечи так всего я сделала 8 добавлений всего я сделала то ли то есть 16 петель я добавила далее мы вяжем по узору из этих трех петель вывязываем узор то есть совмещаем его щас я покажу последнее вот смотрите у меня изнаночная значит сейчас у меня должна быть лицевая здесь у меня вот эти три петли значит я вяжу лицевая изнаночная лицевая далее видите они у нас совпадают с узором и так далее провязываем эти петли лицевая изнаночная лицевая и далее мы вяжем по основному узору пока не закончатся ниточки смотрим девчонки видите вот от от этого момента у нас вереный воротник сейчас я измерю 10 сантиметров ровно у меня получилось сейчас я все петли закрываю все нитки у меня закончились поэтому если хотите и у вас больше не так хотите больше снуд как будто пожалуйста можете вязать еще больше я же закрываю стараемся закрывать достаточно свободно чтобы эта часть у нас была такая свободно чтобы она ложилась как будет это горловинка и закрываю по узору лицевая изнаночная лицевая изнаночная и все время проверяю чтобы была свобода как бы натяжение ну вот видите так вот это выглядит внизу теперь я просто закреплю эту нитку крючком которая осталась и выведу ее наизнанку вот здесь вот так чтобы она у меня них не торчало так вот он девчонки что касается вот этой части я его планирую носить не на голове а на плечах поэтому вот моя задумка в принципе вот она осуществилась то есть не нужен вот такой вот свободный то есть носить я его собираюсь как декоративный элемент но если вам нужно вот именно здесь стянуть чтобы не задувало что если вы его планируете носить как капюшон свяжите цепочку из цепочку крючком и пройдите вот смотрите кромочные огромные через которые можно продеть этот шнурок на который вы потом станет даже покажу крючком вяжем цепочку обычную можно помпоны сделать девчонки это уже на ваше усмотрение вы можете украсить его как хотите и вот в эти кромочные этот шнурок проденем и все и вы можете его стянуть растянуть здесь очень свободное вязание через которое мы можем легко продеть любой шнурок смотрите вот пожалуйста если вы сделаете этот шнурок вы можете вот так вот стянуть капюшончик и здесь сделать завязки все так что проблемы в этом я не вижу это все очень легко делается таким вот образом видите даже как красиво будет все здесь смотреться если его стянуть вот смотрите девчонки вот так вот у меня выглядит вот это то что я вам говорила видеть я довольно свободным его вязала держит шею а вот это вы уже от декорируйте по вашему на ваше усмотрение вы можете вязать это уже мои коррективы либо меньше не такой глубокий капюшон и он будет смотреться вот так я вот сейчас по вам просто проговариваю все варианты до которые вы можете сделать либо если вы все таки хотите такой объемный стянуть его на шнурке либо оставить так вот смотрите я же его собираюсь носить именно вот так вот в таком виде как смут с капюшоном как декоративный как бы элемент у меня будет капюшон потому что я буду вязать еще шапку и буду вязать либо варежки либо бене тенки все вам покажу девчонки все у меня в планах все снять поэтому такой комплект будет у меня вот вот в таком вот виде я его хочу носить иногда возможно я его одену на голову поэтому я никаких шнурков ничего не делаю я буду носить вот так вот вот а вы уже доделывайте пост на свое усмотрение все я с вами на сегодня прощаюсь с вами была века и школа аркогелия всем пока пока